и неожиданно прервалась связь был звонок вот хочется сказать что действительность внутренний тиран если мы недовольны тем как по отношению к нам поступают люди да мы их называем там тиранами вот который приходится терпеть выслушивать бояться не любить то вот как-то грубые такие но на самом деле в какой-то степени мы сами являемся тиранами потому как а наши поступки и действия не совослованность с сердцем здесь нужно определиться где верх а где низ то потому что этот мир такой что здесь свобода решение поступков каждого из своей воли каждый поступает как хочет ударить унизить и это в принципе может быть где-то там потом наказу на будет но в действительности полный хаос происходит и мы можем даже ненароком да вот как-то кого-то обидеть о ком-то плохо подумать и все это включает себя действительно тиранию то есть каждый из нас является тираном ну в общем то вредные привычки почему являются для нас тиранами на вот вредные привычки это повышенная эгоистичность повышенное чувство собственной важности повышенная лесть по отношению к самим себе ведет к тому что мы очень легко можем сдать позиции сдать сдать крепость стать бы сдать бастион и вообще нужно задуматься тем понятием если у тебя бастион и из чего он стоит этот бастион что мы защищаем ну в целом существует предательство самих себя мы можем каждый раз придавать сами самих себя тем что мы мы здесь осознающие мы не роботы живые и наша естественная природа это осознавать быть осознанными искать чем питается осознание это знанием опытом воспоминанием чувствами то есть если их на все это игнорировать то конечно получается какая-то тирания предательство самих себя такой звоночек цинь и вредных привычек есть зафиксированное намерение и это намерение принципе можно перезапускать перенаправлять на жажду на жажду развития нас в чем беда человека в том что в какой-то момент он останавливается он остановился все ему не интересно и скучно на как-то автономно на автопилоте существует и по прогнозам можно узнать наперёд на 10 лет вперед что будет как день пройдет он принципе пройдет как и сегодняшний день можно вот этим этим намерением намерение принимать как руководствующую силу и своим осознанием осознанием намерением управлять довольно вредных привычек в общем то нужно задуматься над тем нужна ли нам энергия и стоит ли ее сохранять почему не стоит выбирать самая мощная энергия сексуально да там беспорядочная выбор партнеров там если мужская часть или женская партнеров там беспорядочная стоит ли отказаться от от этой рулетки типа хоть ты хоть кого хоть как-нибудь хоть чего-нибудь или стоит осознанно к этому подходить стоит ли сохранять и накапливать энергию ну для осознания важны такие элементы важной задачи это чистота осознание и скорость осознания вот пока я не внедрялся в тему потребности осознания дам будто что что может быть осознанию полезно ну вот но пока как бы так набросал что вы это чистота осознание чистота биение сердца чистота энергии чистота мыслей и скорость помимо того что у нас есть внутренняя энергия данная нам от рождения мы можем обратиться к внешним источником энергии откуда мы можем ее добывать и таким таким источником может служить солнце 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 является вот как сердце для человек без солнца нет жизни невозможно жить без солнца такие здесь природные условия вот так здесь обустроены что он без солнца никак без сердца тоже никак вот и насыщаться солнечной энергией также энергии воздуха там много наверно существует техник дыхания но это думаю что самое главное это осознанно дыхание хотя вот даже беседы сейчас у меня упускается эта осознанность выпускается постоянная интенсивность осознания того что так работает мое сердце так должно работать мы мое осознание в полной осознанности быть это очень большая главная задача удерживать и фиксировать это намерение эту осознанность это осознание и пребывать и каждое действие которое ты осуществляешь она всегда наполнена этим пониманием этим осознанием это очень трудная вещь потому что мы начинаем машинальность включать и все забывается как будто вот прямая линия просто стоит а все остальное которую что было да это ну куда-то исчезает это очень невероятно трудно но стоит стоит тренироваться это очень интересно по крайней мере ты знаешь как заняться как куда потратить свое время вот также есть другие природные явления это ветер море земля дождь накопление энергии было приветствует созерцание чего-либо просто достижение состояния созерцания стать созерцателем очень невероятно трудно тоже вот так вот раз и созерцать должны мысли в этот момент приходить также энергия можно источником энергии может быть служить от наше поведение ну бывает необычным нестандартным актерским сновидение в сновидении можно почерпать энергии мощную энергию добывать посредством перепросмотра жизни это очень самый активный жизненный элемент когда у тебя есть жизненное осознание жизненный опыт очень большой очень много воспоминаний и все это нужно перепросмотреть попутешествовать это отдельного все удивительная тема к сожалению заканчивается время так что тираны это тоже энергия но какая-то энергия это самые грубые тираны да это которые являются лишенными обделенные смыслом жизни стимулом неверием в дух шел на духовность самопознание существо которые прибывают в крайностях у которых приоритетом является саморазрушением у которых которые не знают зачем смысл строить что-то если все это развалится ну в смысле зачем не жить если все равно умру зачем мне что-то достигать если я все равно все это разрушится вот это вот получается такой вот элемент так что у воина есть интерес интерес